Уважаемый Антон, уважаемые коллеги, я представляю Сеченовский университет, первый медицинский институт имени Сечена, и расскажу сегодня о требованиях к законодательному и нормативному обеспечению в свете новых изменений, которые касаются создания... Новые требования к законодательному и нормативному обеспечению, это связано, почему мы говорим о новых требованиях, потому что у нас сейчас происходит в стране переход к цифровому контуру в системе здравоохранения. Несколько слов я по этому поводу скажу. Говоря о нормативном и правовом обеспечении, сегодня коллеги Чуваши сказали, у них потрясающий опыт, у нас Чуваши вообще регион очень такой перспективный, у них телемедицина внедрена в хорошем масштабе, и врач общей практики у них там у первых заработал. И вот только вопрос касается применения HL7 стандарта. У нас есть закон о стандартизации в Российской Федерации, и там есть такое требование, что мы можем в Российской Федерации применять стандарты зарубежных государств, применять стандарты международных организаций, в том случае, если они специальным образом зарегистрированы в фонде стандартов Российской Федерации. То есть надо с Ростандартом связаться, чтобы была такая чистота вопроса, и чтобы это безработало все чисто и красиво. Должен сказать, что у нас уже шесть стандартов HL7, они являются ГОСТами. И в виде ГОСТов их уже тоже можно использовать, и в том числе CDA является ГОСТом. И очень правильно. Теперь я, Лебедев Георгий Станиславович, это директор Института цифровой медицины Сеченовского университета и заведующий кафедрой информационных интернет-технологий. Сегодня у нас еще Игорь Аркадий Шадеркин, тоже представитель Сеченовского университета, он тему тоже продолжит нашего развития. И текущий тренд – это переход к цифровизации экономики, и мы внедряем цифровую медицину. И цифровая медицина – это организация медицинской помощи, при которой существенно повышается ее эффективность за счет использования результатов обработки, анализа больших объемов медицинских данных в медицине. И цифровая медицина состоит из трех основных направлений. Первое – это электронный документ и оборот. То, чему мы занимались достаточно большое время, программа модернизации здравоохранения, она в первую очередь ставила себе организацию электронного документа оборота. И электронный документ и оборот подразумевает общение врача, пациента и медицинской организации в электронном виде, в том числе с применением портала государственных услуг. Через портал государственных услуг у нас все больше и больше появляется сервисов, которые предоставляются в электронном виде, и пациент уже в соответствии с новыми требованиями закона может записаться напрямую к врачу, выбрать медицинскую организацию, заказать медицинскую консультацию, начинает работать сервис запись получения квот по высокотехнологичной медицинской помощи. И в том числе может запросить любую медицинскую организацию, любую медицинскую документацию, которая была ему оказана, тоже закон такие вещи позволяет. Соответственно, в законе появились возможности и выписки электронного рецепта, и электронной больничной, и так далее, и так далее, и так далее. В Москве есть приказ, который отменяет достаточно большое количество документов статистической отчетности, которые тоже действуют в системе. Таким образом, первый этап, который мы выполнили, который у нас происходит, это переход к электронному документу обороту, и он законодательно уже у нас осуществляется. Второе, что мы... это применение телемедицинских технологий. Возможность взаимодействия врача-пациента дистанционно, возможность применения средств мобильной медицины, консультирования между врачами, врачами-медицинскими работниками и пациентами, и формирование, создание системы дистанционного наблюдения за состоянием здоровья пациентов. Это все тоже относится к телемедицине. И фактически первые два элемента, это электронные документы обороты и внедрение телемедицинских технологий, это тот этап, который мы на сегодняшний день уже прошли. И этот этап мы называем создание системы электронного здравоохранения в Российской Федерации. То есть это накопление данных, накопление, централизация и визуализация этих данных. И отличительной особенностью цифровой медицины является то, что мы внедряем математические методы обработки данных и получение, в том числе, с применением методов искусственного интеллекта. То есть мы говорим, что как только мы начинаем применять математические методы, начинаем получать новые решения, которые раньше невозможно было получить обычным образом, мы говорим о переходе к цифровой медицине. Вот на этом рисуночке я как раз показал, как выглядит, что такое цифровое здравоохранение. Это математические методы телемедицины, электронный документ и инфраструктура соответствующие. И телемедицины, электронный документ, оборот — это как бы электронное здравоохранение. И в стране действовала программа электронного здравоохранения. И завершилось все. В 2017 году были приняты поправки к закону об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации. И те поправки, которые были приняты, они касаются электронного документа оборота, единой государственной информационной системе и применения телемедицинских технологий для оказания медицинской помощи. То есть мы можем совершенно четко сказать, что тот закон, те поправки, которые были приняты в 2017 году, это фактически мы де-юры ввели в Российской Федерации электронное здравоохранение. То есть на сегодняшний день у нас электронное здравоохранение уже, можно сказать, де-юры есть и существует. И мы двигаемся в сторону за счет перехода в создание цифрового контура, мы движемся от электронного здравоохранения к цифровому здравоохранению. И тенденция это не наше изобретение, не российское изобретение, нормативные документы Всемирной Организации Здравоохранения, как осуществляющихся электронного здравоохранения, если посмотреть глобальную обсерваторию электронного здравоохранения, которая Возовская, посмотреть публикацию туда и посмотреть резолюцию Всемирной Организации Здравоохранения, такой же подход он используется в мировой практике. То есть у нас есть понятие электронного здравоохранения, есть понятие цифрового здравоохранения. То есть у нас цифровое здравоохранение включает в себя математические методы. И мы говорим, что необходимо создать и внедрить цифровые технологии в систему здравоохранения. И вот здесь такой слайд, это было выступление министра здравоохранения, потом Елена Львовна Бойко выступала, рассказывала о создании цифрового контура. И там была такая картинка, вот я здесь ее расшифровал, картинка была с такими мелкими буквами. Но смысл сводится к тому, что в области электронного документа оборудования это интеграция цифрового диагностического оборудования, система управления потоками пациентов, управление скорой медицинской помощью в области телемедицинских технологий, создание цифровых платформ, создание системы дистанционного мониторинга с помощью персональных медицинских приборов. И включив применение математических методов, сегодня коллега из МФТИ говорил, что там как внедряются технологии искусственного интеллекта. МФТИ у нас такая продвинутая организация, там есть и факультет биомедицины, который занимается разработкой системы искусственного интеллекта, в том числе для медицины. И вот здесь как раз переведены те направления, по которым мы движемся. Это информационная система для диагностики с применением системы анализа больших данных, создание системы поддержки принятия врачебных решений, применение интернета вещей, создание системы непрерывного мониторинга состояния здоровья пациентов, лечения вне организации. И переход к умным больницам. То есть вот это основные направления цифровизации, которые мы на сегодняшний день видим и которые развиваются. И говоря о внедрении этих систем, нам необходимо, конечно, сделать, чтобы цифровая медицина начала действовать до юра. Если де-факто мы уже начинаем внедрять методы для этих работ, то до юра необходимо провести те же самые работы, которые проводились, когда мы внедряли телемедицинские технологии. То есть должно пройти широкое обсуждение, должно пройти какие-то этапы, и математические методы должны быть внедрены. Что касается математических методов, искусственный интеллект — это составная часть математических методов. Методы искусственного интеллекта входят в общее понятие мат-методов. Можно не только какими-то юристическими методами работать, но и строгая математика. В принципе, ученые наши считают, что искусственный интеллект — это, собственно говоря, и дифференциальное уравнение, и метод Монте-Карло, и какие-то еще решения. Но фактически есть различные направления развития этих систем. Почему необходимо интеллектуальную систему внедрять? Почему возникла необходимость внедрения системы искусственного интеллекта? Потому что искусственный интеллект позволяет принимать неправильчивые доказательные решения. То есть у нас не секрет, что чем дальше отъезжаешь от Москвы, тем бывает уровень качества диагностики становится немножко похуже, и знания врачей бывают не объемные. А система искусственного интеллекта — это система, которая позволяет накопить достаточно большое количество знаний, и любому врачу в любой точке Российской Федерации к этим знаниям получить доступ и получить ту информацию, которую в обычном виде не получишь. Дальше. Очень часто решения надо принимать в предельно сжатые сроки, и система, любая автоматизированная система позволяет эти решения принимать быстро. То есть если особенно, когда врач, представляете, когда идет катаклизм какой-то, и врач должен принимать решения быстро, не всегда все данные можно обработать, то вот система искусственного интеллекта, или система, основанная на знаниях, она позволяет быстро и качественно принимать решения. Дальше. Система всегда позволяет обеспечить полноту обследования, и если врачу не хватает каких-то данных, и он принимает решения на неполных данных, система всегда подскажет, какие еще надо сделать исследования, каких не хватает еще данных для того, чтобы более четко и качественно получить решения. Ну и последняя система, она позволяет обработать максимально большое количество данных и посмотреть варианты принятия врачебных решений другими врачами. И всегда можно увидеть те решения, которые принимали другие врачи, и врачи ведущих клиник, как Российской Федерации, так и зарубежных клиник. Для того, чтобы эта работа прошла и отработалась, здесь мы показали, чего у нас не хватает, для того, чтобы математические методы и системы искусственного интеллекта начали применяться в текущей практике, в повседневной практике врачей, в повседневной клинической практике. Здесь отсутствие определения целостного описания предметных областей, отсутствие общепринятых критерий интеллектуальных технологий обработки данных, потому что у нас достаточно много сейчас и стартапов, и фирм различных, которые декларируют о создании системы искусственного интеллекта. Если мы говорим, что применяем метод глубокого обучения искусственных нейронных сетей, должно быть понимание, что действительно этот метод приведет к получению доказательного результата, который будет правильный, который могут воспользоваться другие врачи. А может быть, этот метод для данной задачи не должен быть применяться, нужно применять другой математический метод, который… Нейронная сеть она не имеет обратной связи, она все в себя вкладывает, вкладывает, вкладывает. Есть и другие способы, другие математические модели, другие вещи. И необходимые вот эти вопросы, они возникают, их надо решать. И когда человек говорит, вот мы сделали систему искусственного интеллекта, то есть должно быть какое-то четкое, как мы говорим, паспорт лекарственного средства, когда лекарственный препарат регистрируется, или медицинская технология регистрируется, или оборудование, на него создается паспорт соответствующий, где расписано, какие компоненты в него входят, как это работает, какое взаимодействие. Точно так же система искусственного интеллекта. Надо понимать, какой математический метод используется, где пробирован, когда, на каком этапе было проведено какое-то клиническое испытание. И это тоже относится опять к тому же, что любая система искусственного интеллекта должна пройти клинические испытания и должна иметь какую-то доказательную свою базу, а не просто потому, что придумали метод и с помощью этого метода начали получать данные. Сейчас вот такая дискуссия, она серьезно развернута, что нужно ли вообще проверять систему искусственного интеллекта? Давайте мы сейчас их впустим на рынок, и пусть компьютер начинает лечить пациента. Даже есть мнение такое, что скорая профессия врача вообще отпадет, потому что мы сделаем большое количество информационных систем. Я не врач сам, хотя уже давно работаю в медицине, а есть у нас врачи, Игорь Аркадьевич, врач, он всегда говорит, что коллеги, клинические рекомендации, стандарты медицинской помощи, они пишутся кровью и здоровью наших пациентов. Поэтому любое вмешательство в систему оказания медицинской помощи должно быть регламентировано, проверено и доказательно использовано. И, соответственно, мы должны эти все проблемы снять и решить эти вопросы можем за счет того, что должны обеспечить условия для эффективной реализации программы цифровая экономика. И здесь должны что сделать? Провести анализ результатов работ по созданию технологий интеллектуальной обработки данных, разработать перечень задач, требующих автоматизацию с использованием технологии интеллектуальной обработки данных в сфере здравоохранения. То есть мы должны сделать какую-то последовательность действий, разработать рекомендации по развитию нормального обеспечения в этой области, разработать концепцию создания системы оценки соответствия таких информационных систем. То есть у нас на сегодняшний день нет даже критериев, а как проверить, насколько правильно работает такая система. И разработать предложения по проведению перспективных исследований. То есть на сегодняшний день у нас нет ни одного нормативного документа, который бы качественно и правильно описывал применение математических методов в области здравоохранения. И первый шаг мы на сегодняшний день делаем. Мы разрабатываем, вот здесь представлены те результаты, которые бы нам хотелось получить. Это поправки к федеральному закону, как были поправки о телемедицине, и такие же поправки должны быть о цифровой медицине, то есть о математических методах, которые применяются в здравоохранении, проект постановления правительства, проект приказа Минздрава и комплекс национальных стандартов. И мы уже первый шаг сделали в программу национальной стандартизации этого года. Мы включили разработку стандарта, который будет называться так «Интеллектуальная обработка медицинских данных. Общие требования». И как раз в рамках разработки этого стандарта мы предложим варианты, классифицируем задачи, которые принимаются в здравоохранении, приблизительно классифицируем методы математической обработки данных, которые могут применяться, и покажем, для каких задач, какие методы должны применяться, и покажем, чем система основана на знаниях или система искусственного интеллекта отличается от обычной информационной системы или от обычной системы обработки данных. И что бы нам хотелось, что бы мы хотели, что бы у нас получилось на выходе, это в рамках Института цифровой медицины Сеченовского университета был использован как центр компетенций в области технологии интеллектуальной обработки данных, здравоохранения. И для этого мы на сегодняшний день имеем задание Минздрава, реализуем две цифровые платформы. Первая цифровая платформа — это прикладная цифровая платформа дистанционного наблюдения за состоянием здоровья пациентов. И вторая прикладная цифровая платформа — поддержка принятия врачебных решений. В рамках реализации этих проектов мы как раз и занимаемся вопросами внедрения и создания эталонных образцов по телемедицине, эталонных образцов по применению интеллектуальных систем. И у нас достаточно серьезно проходит работа по созданию системы мониторинга пациентов на дому. То есть сейчас мы занимаемся вопросами создания телемедицинского стационара на дому по различным специальностям, выбираем пока небольшие специальности, небольшие группы пациентов, но отрабатываем все механизмы организации домашнего стационара, организации дистанционного наблюдения за состоянием здоровья. Конечно, есть уже готовые хорошие решения, касающиеся диагностики и мониторинга пациентов больных диабетом. Это уже давно внедренная система. Есть решения, касающиеся больных нефрологического профиля. Коллеги выступали, у них это давно действующее решение. И мы вот эти все решения отслеживаем, и, соответственно, в рамках Сеченовского университета создаем свои сервисы, которые позволяют пациенту, который хотя бы один раз обратился в Сеченовский университет, в дальнейшем остаться под наблюдением врачей Сеченовского университета, находясь в любой точке Российской Федерации. Ну и при разработке цифровой платформы поддержки принятия врачебных решений, одна из первых задач, которую мы сейчас решаем, это задача, касающаяся построения интеллектуальной системы поддержки принятия решений на основании системы доказательной медицины. Коллега сегодня рассказывал про клинические испытания. Мы сейчас проводим работу по анализу литературы, публикации касающихся клинических испытаний, потому что когда препарат выходит на рынок, и врачи начинают запрямить, должна быть какая-то доказательная база, подтверждающая клиническую эффективность того или иного препарата. Кроме как по публикациям в ведущих научных медицинских изданиях, это сделать очень сложно, построить доказательную базу. Мы как раз применяем методы текст-майнинг, дата-майнинг для того, чтобы построить семантические сети, и позволяем позволить любому врачу в Российской Федерации, обратившись к нашим сервисам, получить необходимые решения. Коллеги, заканчивая свое выступление, хочу сказать, что 12 апреля этого года мы на базе Сеченовского университета, в Сеченовском университете проводим международный форум по цифровой медицине. Там на сайт Сеченовского университета можно зайти, www.sechenov.ru, и там можно увидеть информацию о форуме. И мы приглашаем всех к работе с нашими прикладными цифровыми платформами в области поддержки принятия врачебных решений и в области дистанционного мониторинга состояния здоровья. Всем, кому интересно работать с нами, пожалуйста, мы ждем в гости, готовы к сотрудничеству. Большое спасибо. Георгий, спасибо. Спасибо за доклад и вопросы. Вы сказали, что у вас полноценно реализован электронный оборот, и судя по тем объемам информации, которые вы передаете в электронном виде, вопрос в следующем. Как вы получаете согласие пациентов на медицинское вмешательство или, допустим, предоставление медицинских услуг в электронном виде или все-таки в бумажном? И как, соответственно, впоследствии оформляете электронные медицинские карты с применением ЭЦП или все-таки делаете все на бумажном носителе? Как это реализовывается? Говоря про нас, что у нас внедряется система электронного документа оборота, я имел вообще Российскую Федерацию в большей степени. Это вообще, как я сказал, что законодательно такие возможности у нас же есть. Но у нас, как у любой организации, которая находится внутри Российской Федерации, есть свои проблемы, которые возникают, и которые мы точно так же решаем, как и во всей стране. То есть есть, конечно, у нас же тоже 3000 врачей попробуют 3000 подписей электронных закупить. Это финансовая такая проблема. И финансовая проблема, и организационная. То есть мы точно так же сейчас отрабатываем все эти элементы. Самое интересное, что у нас не просто большой клинический центр на 3500 коек. У нас еще студенты. Вообще каждого врача, который у нас учится, мы их учим, как использовать телемедицину, как использовать документы оборот, как работать с информационной системой. То есть мы пытаемся создать такой эталонный продукт, чтобы у нас там внутри Сеченовского университета все работало как часы, красивые, чтобы можно было людей учить. И вот поэтому мы пытаемся сделать, чтобы все было красиво. Но с точки зрения вот этого учета электронной миссискарты, да, действительно, вредина работает, и в рабочих местах огромное количество. Поэтому и проблемы есть, как у всех. Степан Леведенко, Smart Data Systems. Подскажите, пожалуйста, вот из вашего доклада следует, что вы хотите зарегулировать сферу разработки систем помощи принятия решения. Сейчас врач принимает решение, он несет ответственность. Вы хотите зарегулировать все системы или только те, которые будут принимать решения без врача? Потому что если сейчас такое регулирование ввести, мы остановим развитие лет на 10, проходя все клинические испытания, и тем самым отстанем от всего остального мира, это с одной стороны. А с другой стороны мы можем прийти к тому, как сейчас регистрируются те же медицинские информационные системы, как медицинские изделия, когда тестирование заключается в том, что диск кладется в термостат. Ну я согласен, надо всегда руководствоваться здравым смыслом, конечно, в первую очередь. Мне бы хотелось, чтобы мы руководствовались здравым смыслом, и если врач принимает решение на основании… То есть любая система, она это инструмент в руках врача. И телемедицина, она тоже самая нами рассматривается не как какое-то там суперновое изобретение, а как, ну это хороший привесок к тому, что пациент может получить дополнительную услугу, которая облегчит взаимодействие врача и пациента. И с точки зрения… Вот у нас же понятие есть такое, что если врач по договоренности пациента принимает медицинское изделие, его не обязательно регистрируют, это между врачом и пациентом есть договоренность. Если врач, используя в работе систему, которая его личная, а не поступила в массовое обслуживание, и тем более не оказывает медицинскую помощь пациентам, то, наверное, тут надо подходить к тому, что это дело врача, доверять не доверять этой системе. Но когда количество врачей становится больше, которые эту систему начинают использовать, то нужна какая-то верификация данных, какое-то доказательство того, что эти данные неправильны. И когда эта система начинает уже принимать окончательное решение какое-то, то тоже возникают проблемы. Поэтому если система внедрена в лечебный процесс и там какое-то большое количество пользы, то тогда появляется… нужно ее регулировать. Ну, короче говоря, здесь, мне кажется, надо подходить достаточно гибко. Вы правы. Пожалуйста, вопрос у вас, Николай Бобов. К слову, о интеллектуальных системах обработки данных. Вот то, что один из проблем было, и регламент их плюсов, что они могут принимать решения вне зависимости от человеческого фактора, в ургентных каких-то ситуациях, в неотложных, в спорных решениях и так далее. Не кажется ли вам, я просто с позиции, допустим, врача, все ургентные ситуации, то интеллектуальные системы априори не работоспособны, поскольку, ну, образно, кровотечение, острый живот и другие ситуации, ну, не до компьютера ведь. Принимать решение будет человек, то бишь врач, здесь и сейчас. И априори разработка интеллектуальных систем, искусственных интеллектом и так далее, как хотите их назовите, они не работоспособны в ургентных ситуациях. Их применять, возможно, в плановых клиниках, в плановой медицинской помощи и так далее, и так далее, и так далее. Вот на это вам отвечу очень просто. Я в свое время занимался альпинизмом, и у нас парень побился крепко очень. Мы его вытащили, у него открытая рана, вот у него по нему камни проехались, у него открытая рана руки, просто вот кость видна живая. У нас ни одного врача нет в команде. Ну, это было еще 90-е годы. Взяли, открыли справочник, у нас с собой краткий справочник врача. Смотрим, что делать, 4 укола, там, противостолбняковый, противобезболивающий, противостолбивающий, ну, короче говоря, все, что сделано, прямо берешь с аптечки, застаешь, делаешь укол. И точно так же, если бы сейчас появляется у тебя мобильный телефон, был бы с собой мобильный телефон, открыли бы систему, она бы подсказала, что делать. То есть тут все зависит от ситуации, и там, где нет врача, она спасет человека. В общем, лишней не будет. Можно не воспользоваться, но лишней не будет, если окажется под рукой. Ну, давайте, да. Георгий Саниславович, маленький вопрос. Вот если вы поставите слайд там, где цифровое здравоохранение, вот я бы хотел ваше мнение по поводу отсутствия важнейшего элемента там. Вот там есть документы оборота, там есть, естественно, мат-методы, в том числе искусственный интеллект, есть телемедицина. А главного лечебно-диагностического процесса управления нету. А ведь все остальное, это же для лечебно-диагностического процесса. Вот почему в нашем цифровом здравоохранении, вот в этой вот схеме, нет управления лечебно-диагностическим процессом? Вот ваше мнение на эту тему. Я так понимаю, что это с него есть, там дело и так далее. Ну вот вы это просто представляете. Я это не увидел то, что для нас, собственно говоря, главное. Но я так скажу, в силу ряда причин мы здесь не брали систему управления, потому что мы теоретически разбиваем всю систему информатизации на пять составных частей. Первая составная часть — это система управления. Вторая часть — это оказание медицинской помощи, электронные документы, оказание медицинской помощи. Третья часть — это телемедицина. Четвертая часть — дистанционное медицинское образование. И пятая часть — это порталы учреждения здравоохранения, позволяющие пациентам, поддерживающие партисипативность между врачом и пациентом, то есть реализация 4-го П, медицин 4-х П, и взаимодействие врача и пациента. И поэтому здесь больше мы касаемся вопросов, связанных с оказанием медицинской помощи. Если брать, конечно, как я сам долго работал с Нью-Изи, замдиректора, могу сказать, что система управления, она, в общем-то, первична при оказании медицинской помощи. Значит, надо добавить все, можно добавить. А процесс лечебно-диагностический, процесс сам. Его тут нет, он же тоже автоматизирован должен. Согласен. Согласен. Я отнесся к инфраструктурным решениям. Андрей Бондаренко, МФТИ. У меня такой вопрос. А не считаете ли вы, что понятие цифрового здравоохранения имеет смысл добавить еще двумя сервисами? Первое. Это система цифрового, скажем так, фармакологического обеспечения пациентов. Ну, например, сходил к врачу, тебе выписали лекарство, они поступили в электронную историю болезни, сразу автоматически идет заказ в интернет-магазин какой-нибудь фармкомпании, которая сразу организует доставку, во-первых, проверенных качественных лекарств, и тебе не нужно бегать по аптекам их собирать. А еще и с той компанией, с которой договорится лечебное учреждение. Сразу туда. Ну, на самом деле, это существенное качество. У меня мама больная, там ей по 90 лет, то есть она не может бегать по аптекам, там жетвенно, там. А качественные лекарства, это первое. И второй сервис, это который бы помогал больным, но прямо в своем личном кабинете оптимизировать страховые программы ДМС. То есть получать консультации и выбирать, так сказать. Потому что бывает так, что человек сидит на ММС, а потом попадает в экстремную ситуацию, тратит огромные деньги, чтобы там провести какую-то операцию с гарантией качества. Что вы думаете по поводу этих двух предложений? Я считаю, что это абсолютно важные и необходимые сервисы. Просто здесь картинку я такого более верхнего уровня сделал, что они, наверное, относятся, это электронный документ, оборот плюс математические методы. То есть как бы я по сервисам здесь не рисовал эту задачу. Вот здесь немножко по сервисам. Но я скажу, что, конечно, это нужные сервисы, важные. И к частям идут документы оборотов, как раз это электронные рецепты. Сейчас же еще в задаче решается нанесение штрих-кодов на препарат. Любой препарат, выезжающий со стенки из фармфирмы или проходящей через таможню, получает свой штрих-код. И фактически в аптеке человек может прийти, сфотографировать штрих-код на свой телефон, сразу получить выборку из ЕГРЛС. Какая фирма выпустила препараты, сколько там упаковок, какая серия и так далее. И потом, когда электронный рецепт вместе с этим штрих-кодом сошелся, все ты получил решение. Плюс еще тут же задача поддержки принятия решений при полипрагмазии. То есть как там выбрать препарат, подобрать препарат замены. Если этот препарат входит неправильно взаимодействие с тем препаратом, который уже назначен. То есть там такая сложная математическая задача, которая требует нестандартных подходов и достаточно серьезных решений. И это правильно совершенно, и вот эта оптимизация вопросов назначения препаратов, создания электронных аптек, это все совершенно правильно. Просто то, что я говорю, полностью замыкает вот этот цикл. Это первое, это повышение качества оказания непосредственно медицинских услуг. Сюда же интегрируется доставка лекарств, так сказать, оптимизация. И сюда же интегрируется оптимизация финансирования и первого, и второго пункта. Вот если мы это все интегрируем, это получится. Единый контур. Наверное, про это сейчас и говорят в рамках нацпроекта. И я думаю, что в следующем, может быть, докладе вы добавите, чтобы получился именно единый замкнутый контур. Контуры Минздрав рисует. Контуры у нас сейчас проблем, наверное, нет рисовать. Сейчас у всех. Что еще будем? Один вопрос. Или парочку. Мы вообще к этому, конечно, стремимся. Мы же, я не врач, я же математика. С точки зрения математики это все решаемо. Поэтому, конечно, мы хотим, чтобы в конце концов искусственный интеллект занял свое достойное место в контуре оказания медицинской помощи и применения цифровых технологий. Вы озвучили, что создается цифровая платформа СППВР по заказу Минздрава. Означает ли это, что создается некий marketplace, на котором будет размещено или будет предоставлена возможность для размещения большого количества СППВР и обращения, соответственно, к ним? Или это все-таки какое-то частное решение? В соответствии с идеологией создания цифровых платформ прикладных, их может быть большое количество. То есть есть понятие там в государственной системе, что есть понятие прикладной цифровой платформы по отраслям. И в каждой из отраслей их может быть достаточно большое количество. Это типа как кластеры раньше были. Сейчас вот прикладные цифровые платформы. И мы создаем платформу на базе Сеченовского университета с теми организациями, которые близки к Сеченовскому университету, которые хотят с ним работать. У нас большое количество договоров с организациями, которые выпускают приборы, различные мобильные медицинские устройства. На кафедре у нас есть стенд, они на кафедре присутствуют. Мы с удовольствием учим наших студентов как раз этому, как использовать эти приборы в практической деятельности. Точно так же у нас есть договорные отношения с различными организациями, которые занимаются разработкой интеллектуальных систем. И вот с ними вместе мы создаем платформу. А задача у нас такая — создать глобальное хранилище медицинских данных и знаний на базе Сеченовского университета, используя Федеральную медицинскую библиотеку. Федеральную электронную медицинскую библиотеку у нас в Сеченовском университете. Используя электронные медицинские карты, то есть принятие врачебных решений нашими врачами. У нас достаточно большое количество и академиков, и таких уникальных специалистов. И используя вот эту систему доказательной медицины, открытые медицинские данные, большие открытые медицинские данные, которые публикуются в PubMed, в Scopus, в Web of Science, в системах Минделей, в Google Scalar. То есть мы сканируем все эти публикации, пытаемся построить их в семантическую сеть. И фактически каждому врачу дать возможность обратиться к ресурсам Сеченовского университета и получить ответ на тот вопрос, как лечить пациента в той или иной сложной ситуации. И там могут быть использованы различные математические методы, и различные подходы, и различные комбинации различных информационных систем. Поэтому здесь в рамки в жесткие не влезть. Надо динамично подходить к ресурсам. Спасибо.